Это актуальное интервью. Сегодня у нас в гостях Наталья Николаевна Чукавина, заместитель министра ЖКХ и энергетики Республики. Наталья Николаевна, здравствуйте. Буквально на днях завершился прием заявок по программе формирования городской среды. Только в городе Якутске было принято более 35 тысяч предложений. Ожидали ли вы такого огромного количества предложений и заявок? У нас в целом по республике поступило 75 тысяч анкет было предложено, в том числе в городе Якутске 35. Ожидали, в принципе, ожидали. Ожидали, что население уже жаждет благоустройства, хочет видеть свой город красивым. Это практически 16% от общего числа населения. И хотелось бы отметить, что о чем это говорит? Это может быть говорит и не о довольстве граждан, а может быть именно уже то, что население, как и груз, жаждет этого благоустройства, проявляет свою активную позицию в решении задач местного значения. Как обстоят дела в промышленных городах? Там также активны жители, как, допустим, в городе Якутске? Да, я могу назвать эти цифры. У нас очень активное обсуждение прошло в городе Нейренгре. Предложений поступило более 16,5 тысяч предложений. В городе Мирном 11 тысяч предложений поступило. 8 тысяч в городе Алдани и 4,5 тысячи в городе Ленске. А есть какая-нибудь, сформировалась ли какая-нибудь тенденция в каких городах, что конкретно предлагают? Да, есть такое. Вот в городе Якутске, но в основном это предлагают парки. Что очень интересно, мы для себя сделали такие выводы, что население городское, оно требует озеленения. Именно скверы, парки, пляжи. Жители сельского населения, наоборот, требуют какой-то такой городской урбанистики. Им нужны фонтаны, им нужны площади, ну и так далее. Но предложения со стороны города Якутска, их, как обычно, это сквер друженикам тыла, это сквер строителей, это центральный парк культуры и отдыха, это сквер при въезде в город Якутск. В общем, в основном связано все с грузозеленением в городе. Помимо стационарных пунктов, горожане также могли голосовать путем сети интернет, где было больше принято предложений? Ну, такой подсчет не ввелся, а конкретно сколько в онлайне, сколько в прямые, у нас было создано более 50 мест для приема предложений граждан. В основном проходили встречи в коллективах, это были встречи, голосовали и старшеклассники, это голосовали и студенты нашей республики. Поэтому в основном предложения проходили вживую, это прием предложений путем заполнения анкет. В анкетах указывались конкретные адреса и площадки городов, где можно было, так скажем, благоустроить их площадь. А поступали ли по поводу иных объектов? Да, поступили. Вот в городе Якутске, например, поступило вообще в целом по республике более 4 тысяч предложений, благоустроить 4 тысячи объектов. Это очень много, мы это сказали уже ли, это удовольствие или не удовольствие, да? Но очень интересные предложения поступили в городе Якутске. Меня удивило, как это скейт-парк, это велодорожки, это беговые дорожки. То есть то, что уже сейчас требует современная молодежь наша. Поступил интересный проект, как установка уличного кинотеатра. Тоже очень интересное предложение. Но в основном, как я уже отметила, это парки и скверы. А в промышленных городах? То же самое, как мы и отметили, в основном парки. В практически и в Алдане, и в городе Мирном, и в Нейрингре это парки. Ранее в одном из годов поступало предложение о том, чтобы построить в городе Якутске, в частности, метро. Сейчас таких предложений не возникает? Пока не поступило. Но в метро в городах строится численность свыше миллиона. Заявки уже собраны. Как теперь будет продвигаться проект? Сейчас у нас мы переходим ко второму этапу общественного обсуждения. Вот завершился прием предложений. До 16 февраля общественные комиссии в этих городах должны утвердить перечень объектов, разработать на них дизайны проекта. И уже с 1 марта должно у нас также широко активно пройти обсуждение этих дизайн-проектов. А кто будет участвовать в этих обсуждениях? Также жители. Также жители активные. Мы призываем также всем принять активное участие в обсуждении. Все эти дизайны проекта будут вывешены на сайтах, опубликованы в средствах массовой информации. Поэтому призываю всех принять также активное участие, как и сейчас. Но уже в обсуждении тех объектов, которые общественная комиссия утвердит. И те объекты должны у нас быть устроены в течение 5 лет. А как долго будет происходить? Это будет начиная с 16 февраля до 16 марта. В течение месяца. Это обсуждение? Это обсуждение. Наталья Николаевна, расскажите, за счет каких средств будет реализовываться данная программа и за счет каких программ финансирования? Программа формирования комфортной городской среды. У нас второй год реализуется с привлечением средств и господдержки федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и соучастия граждан. В прошлом году, как и в этом году, мы получили, получим 200, порядка 200 миллионов рублей с федерального бюджета. Будет с республиканского бюджета порядка 25 миллионов и муниципальное. А всех вот этих вот средств хватит ли на реализацию всех проектов, которые предложили? Нет, конечно. В этом году, вот как раз по итогам общественного обсуждения, путем выбора и голосования выберется тот объект, который будет благоустроен именно в 2018 году. И эти средства направлены на реализацию этого объекта. В последующие годы также будет предусмотрена господдержка, и уже по итогам рейтингового голосования составится очередность, и жители уже узнают, какие объекты будут благоустроены в 2020-2022 годах и так далее. А вот вы сейчас говорите о федеральных средствах, а можно ли говорить о республиканских и муниципальных? Конечно. Республиканская поддержка тоже предусмотрена. Пока это небольшие деньги, 25 миллионов, но если все у нас хорошо получится, то возможно и увеличение господдержки. Муниципальные, конечно. Не менее 5% от общей стоимости проекта должны предусмотреть муниципалитет. Наталья Николаевна, как, на Ваш взгляд, в результате реализации всех вот этих вот проектов изменится облик нашего города и республики в целом? Хочется надеяться, что, конечно, он должен измениться, облик. Каждый город сейчас разрабатывает свою концепцию развития, своего концепцию благоустройства, в каком направлении, в каком стиле он будет развиваться. Поэтому мы надеемся, что за эти 5 лет и далее наши города станут красивее и благоустроеннее. А будет ли какие-нибудь национальные объекты, строительство каких-нибудь национальных объектов запланировано в стиле народа Исахая? Ну да, вот как раз город Икутск предусмотрел въездную стелу напротив площади, напротив аэропорта города Икутск. Она вот выполнена уже в архитектурном стиле такого, в нашем национальном стиле Икутска. Также благоустраиваются другие объекты. Вот в любом случае какая-то стилистика якутских орнаментов, она практически везде предлагается архитекторами нашей. Хорошо. Недавно известный блогер Иван Варламов, точнее Илья Варламов, извиняюсь, назвал коммуникации, выступающие наружу, особенностью Якутии, точно так же, как и, допустим, природа, холод и так далее. Вы, как заместитель министра ЖКХ, согласны с этим? Ну, это вынужденная мера. То, что наши все коммуникации, они идут не под землей, а снаружи, так будем говорить. И нужно только единственное найти какое-то такое архитектурное решение, чтобы эти наши трубы, они были каким-то образом закрыты в том же, может быть, даже том же национальном стиле. А уже известна какая-нибудь практика по закрытию таких коммунальных сетей? Есть пока только такие предложения архитекторов. И вот как раз в проекте «Озеро Сайсары» эти предложения поступили. И все наши вот эти коммуникации предлагаются закрыть деревянным таким, ну, деревянным покрытием с якутским орнаментом. Мне очень понравилась, очень хорошая идея, придуманная нашими архитекторами. Именно вашими архитекторами это не жители предложили? Якутскими, якутскими архитекторами. Хорошо. И кто будет привлекаться в качестве экспертов, архитекторов, вот как раз таки? Ну, как раз в качестве экспертов будут привлекаться архитекторы. У нас при Министерстве строительства и архитектуры сейчас создана экспертная комиссия, которая будет и давать какие-то рекомендации, и одабривать, или комментировать те или иные объекты, которые были предложены сейчас по итогам творческих конкурсов. А эти эксперты, они как бы наши локальные, или может быть российского масштаба, или может быть заграничных экспертов приглашали? Ну, сегодня комиссия создана экспертов наших местных, это наши городские, в основном проектные компании и представители, специалисты-архитекторы при Минстрой архитектуры и строительства. Но при разработке дизайн-проектов, конечно, никто не будет, и только будем рады, если будут привлечены проектные институты, проектанты из центральных городов России, даже из-за рубежа. Мы только поддержим это. И в завершение хотелось бы уточнить, до какого времени запланирована реализация вот всех предложений, которые внесли на сегодняшний день? И когда мы сможем увидеть уже преображенные Якутска и другие города? Ну, в целом программа, как я уже отметила, пятилетняя. Те предложения, которые по итогам рейтингового голосования у нас наберут наибольшее количество голосов, эти предложения уже должны быть реализованы в текущем 18-м году, до конца этого года. Все остальные уже, соответственно, будут благоустроиться в течение пяти лет. Наталья Николаевна, огромное спасибо вам за беседу. А я напомню, что сегодня в актуальном интервью мы говорили на вопрос формирования городской среды. Спасибо за внимание и всего вам доброго. Спасибо вам большое.